Приветствую вас, Дмитрий. Я думаю, что самый главный момент, который в вашем тексте вообще может быть, вы как раз таки не раскрыли. Это момент того, из-за чего вы расстались со своей женой. По сути. То есть это момент того, из-за чего вы расстались со своей женой, почему вы с ней расстались. Это момент того, что послужило причиной для расставания вашего. Мне кажется, что это очень важная история, потому что именно это определяет поведение вашей жены, собственно говоря, сейчас. И нам, для того, чтобы ответить на вопрос, условно говоря, что происходит, для того, чтобы ответить на вопрос, почему так происходит. Ну, вот, образно говоря, да, почему вы со своей женой вот, значит, расстались. Нам нужно понять вот это, в том числе, тоже. Понимаете? Нам нужно понять, из-за чего вы расстались. А то, что, что вы описываете, ну, вот, в данном ключе, то, что вы описываете, никакой информации об этом не несёт. Об этом почему вы расстались и что послужило тому причине. А это важно. Вот. А, пока что у меня есть такое ощущение, что ваша жена, она просто, знаете, боится с вами сближаться. Потому что считает, что те причины, из-за которых вы расстались, они, в общем, повторятся. Вот. Ну, мне так видится, по крайней мере, эта история и ситуация. Вот. Если она уверена в том, что ничего не изменится, в случае возобновления ваших отношений, если она уверена в том, что ничего не изменится, то вот вам и причина, из-за чего она не хочет возобновлять с вами отношений. При том, что те вещи, которые её изначально привлекали, ну, в вас, изначально эти вещи сохранились. То есть они остались, они никуда не делятся, очевидно. И вот здесь как раз и вкроется главное. Если вы сможете проанализировать причину, по которой вы со своей женой расстались именно. Если вы сможете увидеть, почему вы расстались со своей женой и подкорректировать своё поведение, то ситуация станет гораздо лучше и, возможно, вы сможете продемонстрировать своей жене то, что восстановить отношения возможно. Сейчас, конечно, ей не видится, что это возможно, потому что вы не демонстрируете ей каких-то перемен. Вот, да, она в вас нуждается, да, она вас вспомнит, да, она, по-прежнему, скорее всего, всё так вам чувствует. Ну, это нормально. Вопрос заключается всё же немножечко в другом. Вопрос заключается именно вот в том, почему вы расстались. И почему жена говорит, что нет, мы по-прежнему вот всё равно не вместе. Я с ней не буду счастлива. Вот. То есть, возможно, в некоторой степени она права. Видя, например, чрезмерную зависимость вас от неё. Возможно. В этом смысле, возможно, она права. И тогда вам просто нужно продемонстрировать ей, что вы стали более, ну, более самостоятельными. Вот. В этом смысле вы уже меньше в ней теперь нуждаетесь. Ну, вот. Мне видится так. Вот. Ну. История. Вот эта вот. Которая вы описываете. Мне она видится в таком ключе. Так. Не знаю, как вести себя в данной ситуации. Чтобы что. То есть, какая цель у вас. То есть, в данной ситуации себя можно вести, ну, как правило, с определённой целью. То есть, в зависимости от того, какая цель, в зависимости от того, какая цель, ну, и выстраивается модель вашего поведения. Вот. Если вы хотите вернуть её, например, это одно. Если вы хотите разобраться в себе и понять лучше себя, это другое. Вот. То есть, тут такой момент. Если вы хотите вернуть её, допустим, то очень важно понять, для чего вы хотите её вернуть. Вот. Вот. То есть, вот именно зачем вы хотите её вернуть. Эммм. Чтобы, ну. Чтобы что. Да? Вот. 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 Тут, на мой, на мой взгляд, вам можно ответить, ну, примерно так. Так. Такой. Примерно можно вам дать ответ. Ответ. Вот. Вот. Дальше. Значит, так. На данный момент в ростелес я пытался её игнорировать. И, почему она так говорит? Боится, эээ, с вами сближения. Вот. Потому, ну, потому так и говорит. Боится. Боится. Просто боится. Дальше. Действительно, она решила не быть со мной или она что-то от меня ждет? Я думаю, что она, скорее всего, и сама не знает. Она сама не знает, чего она ждет от вас. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, мне кажется, не очень хорошая идея. Ну, ждать, что она как-то вот к вам вернется или что-то еще. Вот. Гораздо лучше будет, если вы сами для себя определитесь с вот тем, что вам нужно. С тем, что вы, к примеру, для себя хотите. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет говорить о чем-то. Вот. Вот так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Значит, необходимо все-таки раскрыть несколько более подробнее, почему вы расстались. Если необходимо более полный анализ ваших отношений сделать. Вот. Ну и вы можете, в принципе, в интернете почитать просто зависимость. Вот. Тоже, как вариант, достаточно хороший. Ага. Вот, в принципе, такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Так.